Несвобода слова Субтитры создавал DimaTorzok Галина Чаликова потеряла квартиру в поселке Заречный. Там жила она вместе с дочерью, зятем, двумя внуками и правнучкой. Пожилой женщине компенсация ничего не даст. Одних кредитов на уничтоженную теперь водой мебель несколько штук. Все это сделали. В том году я печку переложила. Ремонт сделала в кухне, осталась в спальне зала. Все готовилось, готовилось. Муж умер. Теперь я одна. Все затопило. Кредит залезла. Печку купила электрическую. Старый человек. Потом никто ничего не принесет. Не знаю, вообще у меня сегодня ночью не спала, голова не соображает. Ну думаю, помогут. Вчера приезжали. Все приезжали. Там каналы, там депутат, администрация. Мы все, что было, мы сказали. Но когда стали смотреть по интернету, все вырезали. Муж был, была опора. Сейчас кого-то надо нанимать. Мы за валенку разобрали. Молодая семья Ворончихиных из Читы после наводнения лишилась последних сбережений. Ночью, когда вода начала врываться в дом, чуть с ума не сошли от ужаса. Маленький ребенок перепугался больше всех. Он и сегодня плохо спит. Надежда и Михаил получают скромную зарплату. Успели вынести из воды совсем немногое. Мы с острова. 9-го числа в ночь пошла вода к нам. В 12 часов ночи мы самостоятельно начали выезжать из дома. И в районе 4-х часов ночи мы приехали сюда. У нас пятеро, ну наша семья Ворончихиных. И получается племянник было везде. Два племянника. Одного отправили в деревню. Одного в деревню отправили, два было племянника. Одного в деревню отправили. Потому что и так сами таскаемся туда-сюда с ребятишками. Вытащили мы только телевизор, стульчик детский, коляску. Вещей немного совсем вытащили. Вещи все зимние вообще потеряли. Пуховик вот новый брала. Я всего один сюда не ходила. Сейчас весенний, летний пуховичок тоже потеряли. У нас нет денег. Вообще ни копейки. То, что он работает, вот мы смесь, да что, маленького мы купили, у нас денег-то не осталось. Думаю, государство-то поможет. Больше от кого ждать-то. А так люди помогают, добрые люди. Вот еще одна пострадавшая тоже с маленькими детьми. Женщина рассказывает, вода сначала начала медленно перебираться за порог, потом забурлила. Сказать, что было страшно, ничего не сказать. И совет губернатора не паниковать этой четинки точно не пригодился. Один памперс, что вот я надела ему на него, и все. Ну, то есть это было в спешке, как бы, потому что им честники тоже торопили, потому что лодка. И там еще нужно было бабушку забрать со следующего кооператива. Поэтому, как бы, и вот это, просто такое состояние, вот это вот у меня впервые. То есть и паника, да, вот это вот, и не понимаешь, что вот это вот надо делать. В городе и крае развернуты пункты сбора гуманитарной помощи. Холдинг «Забайкальская медиагруппа» запустил акцию «Спасательный круг». С рассвета взрослые люди и дети несут продукты, одежду, предметы гигиены. В больших ящиках несколько десятков пар резиновых сапог. Самое нужное в эти дни для Забайкалья. Я давний читатель Забайкальского портала «Забру», «Забтовые» и «Забру». Я им верю абсолютно на сто процентов. Вы знаете, людям в тяжелой ситуации надо помогать. Особенно в те моменты, когда власть не желает увидеть людские проблемы, не желает принимать какое-то решение для того, чтобы эти проблемы разрешить. Помощь Забайкальской медиагруппы будет адресной. Уже скоро мы отвезем все это семьям, которые стали героями наших сюжетов. Дарья Юринская, Наталья Протаковская, Владимир Николаев и Сергей Бумагин. ЗАП-ТВ. Сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственных проверок по факту несвоевременного оповещения людей, чьи поселки попали во власть стихии. По предварительным данным, жители Шилкинского, Нерчинского, Сретинского, Карымского, Тунгакочинского и Читинского районов не были своевременно предупреждены об осадках и возможных паводках. Не успели предпринять меры для эвакуации своего имущества и защиты домов от наводнения. Следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц в части исполнения своих обязанностей по проведению противопаводковых мероприятий, а также по предотвращению последствий наводнений. По информации синоптиков, на территории края сохранится сложная погодная гидрологическая обстановка. Возможен подъем воды на шести реках по южным, юго-восточным, восточным и северным районам. 13 июля уровень воды поднимется в реках Каринга в Тунгакочинском районе, Анон в Кыринском районе, Шилка в Сретинском районе, Коэнга в Чернышевском районе, Амазар в Могочинском районе и Аргунь в Приоргунском районе. Рост уровня воды может создать угрозу подтопления населенных пунктов. Жителям необходимо взять с собой ценные вещи и документы. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Забайкальского края Александр Кулаков поручил местным властям после спада воды в короткие сроки ликвидировать горы мусора, но кадры говорят сами за себя. Вместе с реками, вышедшими из берегов, на поверхность поднялись нечистоты в перемешку с кучами мусора. Свалки, на которые городские власти так упорно закрывали глаза, сегодня стали еще масштабнее. Как обычно, дальше слов чиновники не пошли. Мы проехались по улицам города и посмотрели, как выполняется сегодня поручение Александра Кулакова. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Я лично считаю, что власти относятся безалаберно. Вот эта помойка месяцами, годами даже. В соседнем дворе еще две помойки. Рядом детский сад. И вот этим всем дышим. Ну а что сказать? Работать надо, а не заседать. Я здесь живу в этом районе уже 10 лет. За 10 лет я видела всего два раза, когда убирали мусор этих домов. Всего два раза убирали. И когда они убирают, это у нас праздник. Почему? Потому что запахи убираются, мусор убирается, дети начинают более вольно гулять. То есть не боятся, что куда-то залезут, где-то что-то подцепят и все такое прочее. Но район очень грязный, очень. Не убирается мусор, я говорю, десятками лет, можно так сказать. Копится и копится. Поэтому запахи идут не только вот в эти дома, как блистаящие, но еще и доходят до наших, до Нечаева. Мусор не убирается однозначно. И говорили, и писали, и сообщали, и что только не делали люди, живущие в этом районе, но мусор как не убирался, так и не убирается. Еще больше страдают затопленные районы, такие как Пожарка, Пески, Набережная и улица Малая. Люди, не успев оправиться от разрушительного потопа, теперь тонут в нечистотах. Мусор кучами прибивает к берегу. Едкий запах мешает жить. Здесь вообще вот все бутылками усеяно. Вчера бежала вода. Вы представляете, что творится, чем у нас дети дышат? Помимо того, что возят сюда, сливают эту канализацию. Не знаю, никаких, мне кажется, мер не принимают. Сегодня мусорка вообще мимо проехала. Они, видимо, когда захотят, тогда и вывезут. Прекрасно видят, что творится здесь во дворе. У нас дети это все таскают. Пока четинцы тонут в свалках, с трибун правительства звучат новые заявления. Какие на этот раз будут поручения? Наверняка их исполнят так же, как приказ освободить город от мусора. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волонтаризм. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Сегодня в зале заседаний торгово-промышленной палаты Забайкальского края прошла встреча общественных объединений, предпринимателей и представителей Министерства экономического развития региона. Главная тема, конечно же, помочь тем, кто пострадал стихией. Я и пришел переговорить именно с общественными объединениями и организациями. Потому что мы видим, что многие люди хотят помочь, многие предприниматели хотят помочь. И здесь вот как раз роль общественных объединений предпринимателей, такие как ТПП, опора России, РСПП. И здесь, конечно же, вот именно ваша координирующая роль в данном вопросе, конечно, была бы очень полезна. Утонули не только дома, огороды. У некоторых людей, похороненным под водой, остался бизнес. Как помочь таким предпринимателям? В рабочем порядке приземируйте, скажете, хорошо, мы будем выдавать такие справки. Самое главное, чтобы вот эта справка, если она должна, грубо говоря, визироваться всеми службами, чтобы предприниматель не бегал. Это уже... Я понял. А смысл ее визировать как будто другому? Чего я собевел и правительство? Даже в том, как оказывать помощь, есть свои нюансы. Просто приготовить бутерброды и привезти в зону затопления нельзя. Можно получить штраф. Парадокс, но факт. Так случилось с одним из горожан. История возмутила общественность. Я его обязательно задам. В состав комиссии включены представители, руководители Роспотребнадзора по Забоикарскому краю. Этот вопрос я задам. Чтобы был такой запрос от предпринимателей, опять же, которые хотят, и, видимо, была какая-то... Да, при везении бутерброда, получается, Роспотребнадзора, ты все это... А люди голодные остались в итоге? Нет, конечно. А еще и штраф слова вы не поставили? Я услышал. Забайкалья тонет. Надо объединяться всем. Пострадавшим и желающим помочь. Предпринимателям и властям. Уже завтра на утреннем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудят вопросы, поднятые на сегодняшней встрече. Просто есть необходимость помочь и людям, и бизнесу, и администрации. И необходимы просто конкретные запросы. То есть есть люди, которые готовы помочь, да, наши предприниматели. Им необходимо знать, ну, чем можно помочь в настоящее время. И вот сейчас мы договорились с Минэкономом о том, что будет предоставлен такой запрос, да, в чем сейчас необходима помощь. И мы уже с предпринимателем будем решать, кто может помочь с техникой, кто продуктами питания, кто одеждой, кто деньгами просто, да. То есть вот это вот основное, то есть хорошая координация. Важная информация для представителей любого бизнеса, желающих помочь своим пострадавшим от паводков землякам. Звоните по телефону Союза Забайкальской торгово-промышленной палаты 415105. Там вас могут дать ответы на интересующие вопросы и скоординировать с другими предпринимателями. Вячеслав Бортнинский, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Двор на Кадарской 10 с виду самый обычный. А вот дом, как с фотографией военного времени. Чего он только не видел. В разное время тут жили солдаты, была конюшня, а потом общежитие. Свидетельство тому множество дверей теперь уже в останках дома. Но здесь до сих пор живут люди. Семья с двумя детьми. Одна из девочек, Христина, инвалид детства. Дочь у меня с рождения ДЦП в тяжелой форме. Она лежит, не встает, не сидит. Тяжелая форма у меня ДЦП, не разговаривает. Лежит, как бы мы ее лечим постоянно. И нам предложил Михалев вот это жилье. И я как бы согласилась, что некуда было идти. Середина дома прежде и вовсе была выгоревшая. Власти обещали все отремонтировать, но жители справлялись сами. Там под колотин, там под делом. Ну так. Возможности нет. У нас в принципе вся вот денежная... Деньги ходят на лечение ребенка. Мы сильно не можем ничего так сильно позволить, поддерживать. Ну, пытаемся, поддерживаем. Ну, уже видите сами, уже терпеть невозможно. Жаловались ко всем. Моя бегала вся на нервах. Дочь постоянно болит, постоянно по больнице. Постоянно таблетки, они дорогие. Каждое утро у семьи начинается с уборки шлака. Затем обыденные процедуры христины. Измерение температуры, необходимые уколы. И снова ремонт рассыпающегося дома. Кстати, по мнению специальной комиссии, в таком жилье можно существовать. В прошлом году жильцы дома поставили шпалы, опасаясь, что однажды ночью дом может просто повезти в сторону. Шпалы, в отличие от аварийного дома, стоят крепко. Абсолютно нормальная семья. Не пьющая, с маленькими детьми, своим небольшим, но хозяйством, с больной дочерью. Администрация не просто не помогла с ремонтом. Недавно забрали документы и на эту хижину. Договора нет у меня на временное, вот это жилье нету. Они забрали вот и все. Вообще нету ничего на эту квартиру. Даже засвет получается, я книжку не могу сделать. Они просят договор временного, вот это жилого найма. Он назывался, вот этот был у меня. И Пономарев его забрал и все. Вы потом просили сюда вас еще вписать? Да, я предлагала, говорю, пропишите мне, чтобы я была здесь. Может быть, я как бы своими силами, то, что приватизация была, они все равно как-то помогают, вот эти жилищные. Тишина, никто ничего не хочет. Да, я когда последний раз была, он мне говорит, Пономарев, где у вас договор социального найма? Я говорю, вы его у меня забрали. Все равно есть же какие-то книги учета, там, я же состою по очереди, там. Так получается, вы что, заехали сюда самовольно? Я говорю, ну как я могу заехать самовольно? Я была у Михалева, к вам приезжала, что вы мне дали договор-то вот этот найма. Я же с вашего согласия сюда заехала, вы знаете прекрасно эту ситуацию. Вы сюда, он был дома у нас, Пономарев, сказал, зашел домой, посмотрел, все. У вас хорошо, жить можно. Сил больше нету. Как можно жить в таких условиях? Воды нет. Берем, где придется, можем так сказать. Зимой очень холодно, вот все вот это рушится, все вообще. Ну вот они приезжают, говорят, что все нормально. Вот так живут люди в краевой столице. Зачастую такие картинки остаются без внимания властей. Зато в отчетах звучат опсимистичные цифры. К примеру, по итогам прошлого года в крае расселили более 70% жильцов Ветхого и Аварийного фонда. Так где же связь между докладом и реальностью? Вячеслав Барницкий, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ. Проблемы с горячей водой у жителей Антипехи начались еще в марте. Тогда же прошла встреча людей с главой городского округа «Город Чита» Анатолием Михалевым и директором силикатного завода Ларисой Василенко. Глава города заверил население, водоснабжение будет, подпишем нужное соглашение. Сегодня вода у людей действительно есть, но проблема в другом. У АО «Силикатный завод» банкрот. На просторах интернета появились объявления о продаже и аренде завода. Так кому же теперь относится поселок – заводу банкроту или городу? Горячую воду у нас отключат. Почему? Потому что силикатный завод свои обязательства, которые я обещал, в марте они выполняются. Вся проблема в том, что у силикатного завода нет денег на дальнейшее выполнение своей функции, обязательств в целом. Проблема в том, что, видимо, силикатный завод и город договориться между собой не могут. Хотя в марте проблема была в один день практически решена, но там выборы были, ясно. Хотелось бы сказать вот о чем – поблагодарить силикатный завод, руководство силикатного завода, потому что на протяжении стольких лет существования завода и нашего силикатного микрорайона проблемы ни с горячей, ни с холодной водой, ни с теплоснабжением не было. Обязательства силикатный завод выполнял. Всех интересует вопрос, когда же, наконец, начнутся работы по переводу сетей водоснабжения поселка к другим хозяевам. Жители Антипехи писали обращение к депутатам, но ответа так и не получили. Нашим общественным советом написали письма прокурору Забайкальского края, Войкину, главному федеральному инспектору Колозину, дальше Скурыдину, председателю комитета городского хозяйства администрации городского округа Читы. Так, отправили письмо члену Совета Федерации Жемсуеву, депутату Госдумы Кобзону. Ну и получается, два ответа нами было получено, да, то есть мы получили два ответа. Один ответ пришел от депутата Михалева, и второй ответ пришел у нас от исполняющего обязанности председателя комитета Павлова по поводу той ситуации, которая сложилась у нас в нашем поселке. А ответы абсолютно одинаковые, вот под копирку написаны. А написано вот, что до ноября 2018 года вопрос окончательно решится. Времени остается не так много, но пока ВОЗ и ныне там. Ни монтажной техники, ни рабочих. Видна только заинтересованность самих жителей, которые уже устали от бюрократической путаницы. В семье Рязанцевых любят шутить, что детей много не бывает. В их доме действительно нашлось место не только для своих, но и для приемных ребятишек. Нашей семье 24 года. В 2019 году у нас серебряная свадьба. Мы воспитываем восьмерых детей. Троих кровных, а пятерых приемных. К такому решению супруги пришли не сразу. К этому подтолкнуло их необычное хобби. Уже много лет они помогают найти родителей брошенным малышам. Так нашли и своих новых детей. Очень долго, давно волонтерим, уже больше 15 лет, как бы работаем сельскими домами. Содержим как бы сайт Читинского района на Эдимаму. И периодически сами обрабатываем, фотографии выставляем, да, которые нам органы опеки скидывают. Вот когда-то мы увидели Ксению 5-6 лет назад. В 2013 году? Да. У Ксении оказался маленький брат на тот момент, Антон. К Тушке было полтора года в твое время? Да. Вот они и... Ну и как бы все это вообще началось? Пришли, увидели, влюбились. И забрали. Из пятерых четверо приемных детей имеют особенности развития. Сказалось, детство в неблагополучных семьях. Маленький Антон свои полтора года совсем не говорил. Благодаря заботе, вниманию и усилиям Рязанцевых малыш стал очень общительным. На данном этапе из восьмерых детей четверо учится в школе. Нынче еще двое идут в первый класс у нас. Они тоже, что вы достали? Да. Остается двое дома. Чем увлекаются? Дети, конечно, играют, рисуют. Ну, по мере возможности, часть с особенностями. Кто-то ездит на дополнительные занятия в город, потому что здесь, как бы, ну, в Смоленке, можно возносить. Ну, так стараемся дома сами организовать, то, что, конечно, площадку организовали, где кто-то. Потихонечку делаем, так вот. Проводим дополнительные занятия, потому что в садик не попали. Мы сами научимся читать, писать. Мы развиваем мышление, речь. Супруги смогли организовать свое рабочее время так, чтобы один из родителей всегда был дома с детьми. Они уделяют очень много внимания совместному отдыху. Постоянно выезжают на природу, иногда даже на несколько дней. Рязанцевы рассчитывают только на себя. Помощи от государства они не ждут. Я бы не сказала, что оно нам чем-то помогло. К сожалению, никакой помощи, но кроме опекунского пособия мы не ощущаем. Ну, в принципе, мы не нуждаемся особо. Мы, как бы, не такие люди, чтобы просить. В принципе, мы стараемся сами добиться. Потому что времени бегать по кабинетам, но дети плакать у нас нет. Нам проще где-то собраться с силами, сделать сами. И, конечно, у нас бы не было сейчас такой большой семьи, если бы не наш папа. Потому что папа у нас очень терпеливый, очень надежный. Ну, наверное, так. Не было бы такого, если бы на генераторе денег, а мама, да? Ну, короче, не было бы нас в семье, если бы не мы такие молодые. 24 года мы встретились. Наталья Протаковская, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ. Сегодня в Чите предприниматели используют весь спектр маркетинга. Это не только реклама. Порой специфику того или иного товара надо объяснить. Технологии и стандарты качества у каждого производителя разные. Забайкальцы понимают, надо сделать один раз, но основательно, надолго, для себя. Одна из самых загадочных, очень красивых коллекций от ведущего производителя. Она изготовлена в ультрасовременных, в ультрамодных серых оттенках. В сочетании с матовой поверхностью она производит просто неизгладимое впечатление. На торговых площадях Читы все чаще появляется маркетинговое ношество, шоурумы, где наглядно можно попробовать и потрогать товар. Технологии тоже рвутся вперед. Например, увидеть свою ванную комнату можно до ее создания. Здесь она во всех деталях. Изображение трехмерное. Сеть магазинов керамической плитки поликерамика – место, где ваши фантазии обретают реальные формы. Магазин уже пятый по счету в сети. Открылся недавно и находится в самом сердце города. Что важно, склад магазина работает все семь дней в неделю. Выбор широк. Салон сотрудничает с десятью заводами-производителями плитки. Доставка работает шесть дней в неделю. Мы поднимаем плитку до квартиры. В общем, мы стараемся для вас. Мы ждем читинцев в нашем магазине. Вся самая красивая керамическая плитка здесь у нас. Приходите к нам. Телеканал ЗАП-ТВ и благотворительный фонд помощи детям «Пчелка Майя» в рамках проекта «Я помогу» продолжают совместную акцию помощи тяжело больным детям. Сегодня ваша помощь нужна 16-летней Ксении Загвоздкиной. Ксения наблюдается в краевом онкологическом диспансере уже четвертый год подряд с милопролиферативным синдромом. Это заболевание костного мозга, которое характеризуется неконтролируемым делением клеток крови и постепенным угнетением процесса кроветворения. Даже простое, казалось бы, взятие анализов у Ксюши сопряжено со множеством проблем, в первую очередь с высокой кровоточивостью. Уже сейчас для того, чтобы удержать нормальный уровень лейкоцитов, она всю жизнь должна принимать препарат Гидрея. На фоне терапии удалось достаточно добиться стабильного уровня лейкоцитов, но сохраняется длительный тромбоцитоз у нее. И в последнее время у нее отмечается ухудшение, по поводу чего она была госпитализирована планово к нам в отделении. Лечащий врач отметила, что состояние девочки удовлетворительное. Однако, когда она уезжает домой, у нее часто возникают острые респираторные заболевания. Иммунная система не справляется и, как следствие, присутствует высокий риск инфекционных осложнений. Развивается очень высокий тромбоцитоз, то есть в любое время может развиться какой-то тромбоз, который может фатальным стать. То есть риск очень высок. Ксюша находится в диспансере вторую неделю. По словам девочки, она чувствует себя нормально. Сейчас ее ничего не беспокоит. Конечно же, лечение не проходит незаметно. Два года назад Ксюше пришлось подстричь свои роскошные длинные локоны. Сейчас она очень переживает по поводу того, что волосы перестали расти. Кем планируешь стать? Думала об этом, нет? По лихмахерам. Какой-то опыт есть у живота? Челку подстригала. Себе или еще кому-нибудь? Себе и маме. В условиях стационара Ксюше было проведено дополнительное обследование. Ей сделали забор костного мозга с целью проведения цитогенетического исследования. В рамках УМС такие обследования проводятся. То есть эти услуги только платные. Данное исследование проводится в Центре детской гематологии имени Рокачева в Москве. Оно позволит точно установить диагноз и подобрать наиболее подходящие препараты для дальнейшего лечения, что спасет девочке жизнь. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму, которую готовы пожертвовать. Наталья Протаковская, Владимир Николаев. Специально для проекта «Я помогу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова